Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Вы можете не только слушать нас в прямом эфире, вы можете увидеть то, что происходит у нас в студии. А сегодня у нас в студии происходит очень много всего. Вот я даже так смотрю, я даже понять не могу, что тут только такого не лежит у нас на столе. Вот, все это можно посмотреть на экранах. Для этого просто нужно идти на сайтах akirova.ru, перейти по вкладке справа, там веб-камера в студии, так и написано, чтобы уж никто точно не запутался. Вот, а также не забывайте, что телефон нашей студии 211-101. Вы можете позвонить, когда мы будем задавать вам вопросы, а мы будем сегодня задавать вам вопросы обязательно. То вы можете позвонить, ответить на вопросы, получить приз. Призов тут тоже на столе лежит довольно-таки много. А, да, меня зовут Николай Голиков, я сегодня ведущий. Со мной вместе программу ведут еще Тимур Мамедов. Тимур, привет. Всем привет. И Михаил Голиков. Привет. Ребят, как сегодняшний денек у вас? Отлично. Отлично? Хорошо, только жаль, дождя нет. А ты дождик любишь? Да. А вчера был дождь, тебе понравилось? Да. Понравилось и тебе, как, Тимур? Любишь дождливую погоду? Бывает. Бывает, любишь, да? Ну, вообще-то, как бы считал? Это твое лучшее лето в жизни? Да. Так, сразу должен представить, голос раздался в эфире, который еще не представлен у нас сегодня. Главный наш гость Иван Денисов, руководитель лаборатории виртуальной реальности. Обратите внимание, как называется красиво, авиатского госуниверситета. Иван, добрый день. Здравствуйте. Просто тут заговорили о дождливом лете. Я, честно, я не помню такого же лета, который так много было дождя. Иван, а вы как к дождю относитесь? К реальному, а не к виртуальному? Я, наверное, как буддист, хотя не отношусь к никаким видам мировоззрения, но любая погода прекрасна. Вы как, ребят, считаете? Так же. Так же? Так же? То есть всегда есть чем заняться, если мало ли дождь? Да. Как неделька прошла? Ой, Руслан говорит. Тимур, как неделя прошла? Хорошо, мне все понравилось. Чем занимался? Мы ездили к брату на день рождения, гуляли, ходили. Отлично? Да. Нравится пока каникулы? Миш, как у тебя? Тоже хорошо прочитал, две книги. Ух ты, ты еще и книги читаешь. Да, еще что делал? На огородке ездил. На огород ездил? Что у тебя на огороде растет? Практически уже ничего, все побило. Все побило? Ага, да, еще точно, ты рассказывал, еще и зайцы поели. Ясно все. Ну ладно, значит, тема наша сегодня не такая реальная, как дождь за окном. Тема у нас, так я уже обозначил, и виртуальная реальность. И поэтому, как бы, вот, сразу, наверное, стоит, вот, Иван, сказать, что же это такое, да, чтобы люди поняли, о чем мы сегодня будем говорить. Какой вопрос у меня тут сразу задаете сложный? Я вот вроде бы этим занимаюсь. Ну как мы тему обозначили, да, вот, и получается так, что сложный даже для нас. Я занимаюсь, но какой-то универсальной формулировки для себя еще не придумал. Давайте вместе, вместе, как настоящие исследователи, попробуем на это ответить. Ну вот, твой, более, как бы, да, твой дело такое как-то определение. В широком смысле. То есть получается, что и то, что вот мы работаем, там, допустим, в компьютере, да, и какие-то наши действия в компьютере, это тоже уже, по сути, виртуальная реальность. В более широком смысле это все устройства, которые, в которых мы можем совершать какие-либо операции с информацией, да. То есть реальность, именно виртуальная, это всегда действие с какой-то информацией, на мой взгляд. Кто-то со мной может не согласиться. Это в более широком смысле. То есть мы работаем с информацией с помощью каких-то устройств, и все это как бы есть виртуальная реальность. Но та виртуальная реальность, которой я занимаюсь, в более узком смысле, подразумевает еще наличие именно визуальной составляющей, которая как бы подменяет то, что видим обычно мы своими глазами. Как-то так. Ну понятно. Мишка, что для тебя виртуальная реальность? Для меня все эти шлемы, тренажеры. То есть это устройство, самоустройство, да? Ну это устройство, а сама-то вот виртуальная реальность, там уже внутри ведь, как ты ее понимаешь? Да, изображение чего-то, что показывает тебе эти шлемы. То есть что на самом деле как бы не существует, да, Тимур, а ты как думаешь? У меня такое же мнение. Виртуальная реальность, это так же, как мы в компьютере, например, работаем, с виртуальной реальностью создаются фильмы. Это то, что не существует, то, что внутри. Ясно. То есть то, чего как бы на самом деле не существует, но человек это видит каким-то образом, ощущает, исчезает, чувствует, может быть, да? И интерпретирует сам уже. Так, теперь мы вернемся вот к чему. У нас все-таки викторина, да, поэтому вот я не знаю, Тимур, огласи, пожалуйста, список призов, потом мы зададим вопрос нашим слушателям, а потом уже пойдем дальше. Хорошо. Сегодня у нас есть книги. Первая книга. Энциклопедия Тайны Вселенной. Для читателей с шести лет. Энциклопедия «Сто фактов об изобретениях». Тоже для читателей от шести лет. У нас есть книга «Головоломки, фокусы и развлечения». Для читателей уже от двенадцати лет. Юрий Усачев «Один день в космосе». Для ребят от шести лет. «Щелкунчик» и другие классические сказки. Для читателей с шести лет. Туви Янсен «Комета прилетает». Из серии «Муми-тролль» и «Все-все-все». Для ребят от шести лет. Отличные книжки. А я могу в викторине поучаствовать? Нет, нет, к сожалению. Я тоже всегда, к сожалению, смотрю на эти прекрасные призы. Думаю, господи, как ты бы мне там виртуальный я, чтобы позвонил и задал какой-нибудь вопрос. Ну что, Тимур, да, что-то еще? У нас есть приглашение на две персоны на интерактивную выставку «Нереальная реальность» для посетителей любого возраста. У нас есть приглашение на двоих в кота-кафе «Кози», ой, «Зоки», извиняюсь. Да они все нормально. Приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио» и приглашение на семейное посещение собачьей деревни «Махнати». О, прекрасная тема. Также у нас в конце программы будут разыгрываться часы-шлем и часы, которые работают на вводной основе. Но это уже будут специальные вопросы? Да. Да, то есть специальный вопрос мы задаем, тот, кто отвечает, получит вот этот самый специальный приз. А так вот вы, когда отвечаете на вопрос, можете выбрать из тех призов, которые Тимур перечислил, да? Да. И получить его. Ну, Тимур, тебе и начинать. Задавай первый вопрос. Первый вопрос таков. Этот фильм был снят в небольшом павильоне на зеленом хромакее с теплым бассейном. Главный герой плыл в лодке с большим количеством животных. Что это за прекрасный фильм, который был снят с помощью виртуальной реальности? Вот так, сразу перешли в кино. Кино это само по себе немножко виртуальная реальность уже, да? Так, ну, так, вот сейчас вот вы мне подсказали, что, наверное, ну, какие-то выдуманные вселенные, да, тоже можно сказать, что они виртуальные. Возможно. Там всё-таки почему-то мне всегда казалось, что нужно вот такой пласт, вот какие-то специальные устройства, типа компьютер. Я вот не представляю себе виртуальную реальность без компьютера. Это что-то, альтернативная реальность, например. Нет, ну, альтернативная может быть, да. Да, ну, вот смотрите, вот я читал тоже немножко из истории вот этой виртуальной реальности, когда вот появлялись, вот Михаил сегодня вопрос ещё будет задавать, насколько я знаю. Первое, вот эти симуляторы, да, это ещё и компьютеров-то не было. Использовали вот эти вот подручные средства всякие, да, там, ветер феном создавали, предположим, там. Это в 60-х. Да, 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 но это всё равно таким образом человек погружался вот в это состояние вот такое не совсем нормальной реальности всё равно ведь как бы и без компьютеров. Понятно, что компьютеры это, в общем-то, главное. Да, наверное, это уже, как сказать, я представитель какой-то уже эпохи, когда мы уже не мыслим в виртуальную реальность без компьютера. Ну да, вы, по-моему, так, судя по возрасту, родились тогда, когда компьютеры уже были. У меня с детства был компьютер, как родился, сразу был. Сразу за него сел, он начал работать. Ну, как бы, а жизнь-то была и до этого какая-то, и до компьютеров тоже была какая-то жизнь на земле. Ладно, ну что, давайте тогда уже говорить вроде, как вот эта реальность, как она реализуется, то есть, да, вот, смотрите, как много приборов на столе всевозможных, да. То есть, что нужно для того, чтобы человек попал в эту самую виртуальную реальность? Ну, я бы, конечно, разделил бы сразу две ветки, ну, вот устройств, да, которые сейчас на рынке существуют, ну, как бы, на две ветки, да. Первая – это вот система виртуальной реальности, которую я принесу сегодня в студию. И вторая – это, ну, гарнитуры виртуальной реальности, куда, допустим, ну, вставляется смартфон специальный. То есть, ну, представляете, такой шлем с линзами, туда вставляется смартфон, это вот один путь. Другой путь, когда шлем подключается к компьютеру, и разница принципиальная между этими ветками, потому что, допустим, то, что я вам принес, здесь вы можете, ну, максимально взаимодействовать с, ну, с персонажами, предметами, в общем, со всем, что есть в виртуальной реальности. Все это будет выглядеть намного красивее, в отличие от тех устройств, которые, ну, на основе смартфона. Вот, конечно… Я просто, Иван, перебью, потому что не все же нас видят, надо сказать, что у нас в студии. На студии, я вижу, там стоит акустическая система, да? Это не акустическая система. Это что такое у нас? Вот у нас вот по краям, если, конечно, вы видите, стоят такие две рабочие станции, базовые станции. Вот базовые станции, они с помощью инфракрасных датчиков и прочего улавливают положение пользователя в пространстве. Вот у нас еще есть такой шлем, который надевается на голову, на нем тоже тут с десяток, даже больше, мне кажется, тут два десятка различных датчиков. А они что наблюдают? Вот именно вот положение головы, вот, и еще есть контроллеры, которые как бы симулируют положение рук. С различными элементами управления, тут есть и кнопки, и что-то типа, как вот с джойстиков, не знаю, может, с вашего советского детства, когда такой курок был, можно сказать. В советском детстве джойстиков еще не было. А, да? Да, да, извините, компьютеры занимали половину там огромной аудитории в ВИАДГУ, тогда еще в Политехническом институте. У меня старшего брата был советский компьютер, и у него был вот такой джойстик. Ну да, это уже более поздние времена. Вот, тут тоже на каждом контроллере, ну, порядка 15 или 16 датчиков, и интересно, есть вот такой трекпад, вот ребятам покажу. Это такая область, которую можно нажимать, ну, как кнопка такая большая, причем, ну, в разные стороны, куда нажал, туда, допустим, и происходит действие. Но еще она и сенсорная. То есть, своего рода, это как замена манипулятором мыши, ну, на типы этого, возможно, кто как использует. Вот, пожалуй, все, что есть, ну, самое главное, это еще компьютер, необходимые мощности. Ну, это, наверное, самое главное в данном случае. Да, то есть, если в первой ветке нам нужен всего лишь смартфон, ну, более-менее хорошим экраном, да, ну, разрешением экрана, то здесь обязательно нужен мощный компьютер. На этом сделаем маленькую паузу, у нас есть желающие ответить на вопрос Тимура. Тимур, поговори с человеком. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? 12. Так, Настя, хорошо, у тебя есть ответ на вопрос? Да. Ну, отвечай. Жизнь, пизд. И это абсолютно правильный ответ? Абсолютно правильно? Да. Молодец, Настя. Что ты? Настя, ну, что, какой хочешь подарок выбрать? Билеты в Марио. Хорошо. Билеты в Марио, тогда трубочку не клади, и наш редактор объяснит тебе, как эти билеты получить. Ну что, неплохое начало. Давай тогда, Миша, сразу же задай вопрос свой. Вот как раз про этот, да, симулятор, который я говорил, да, уже упоминал. Как назывался первый в мире мультисенсорный симулятор, созданный в 1962 году? И три варианта ответа. Пилорама, сенсорама и панорама. Пилорама, сенсорама или панорама. Ну вот что ж, такой ответ, как назывался первый мультисенсорный симулятор. В 1962 году. Какие компьютеры, господи? Мы ещё такого слова-то не знали. Это вопрос не мне, да? Я понимаю, нет, это вопрос слушателям. Да, слушателям. Тогда я не буду подсказывать. Да, Иван, конечно, не надо. Давайте продолжать, пока мы на компьютере остановились. Ну вот, соизмеримой мощностью компьютера. Вот у нас здесь стоит ноутбук, но ноутбук необычный. Тут стоит, я не знаю, ребята, но ведь всё равно вы уже немножко разбираетесь в компьютерах. Здесь стоит достаточно мощная видеокарта, как в большом компьютере, в таком, не ноутбучная. Я не знаю, может быть, у нас будет возможность попробовать этот шлем. Это когда? Сейчас или во время эфира? А ничего не случится с человеком, если во время эфира мы на него шлем наденем? Он не начнёт себя неадекватно вести, например, там? Слушатели могут удивиться. Может, не будем рисковать? Да, ладно, хорошо. Будем просто так объяснять на словах пока. Ладно, договорились. А как всё это работает? Хороший тоже опять вопрос. Самое первостепенное. Я пойду от того, что мы видим. Мы видим благодаря шлему. В шлеме находятся два дисплея очень высокого разрешения. Хотя, честно, недостаточно высокого, как хотелось бы. Мы сейчас живём в то время, когда в шлеме 2К, и они думают, что этого достаточно. Это разрешение 2000 точек на чем-то, я точно не помню. Но это не важно, потому что этого всё равно недостаточно. Хочется ещё более качественную и сочную картинку. То есть, чем выше разрешение, тем картинка больше похожа на реальную. Да, но при этом она... Тем меньше шансов отличить её от настоящего. Я-то понимаю, почему они так сделали. Потому что там есть технические, как сказать, требования определённые. Эта картинка должна с определённой частотой отображаться. Если частота кадров в секунду будет ниже, то начнётся эффект морской болезни. И в таком устройстве нельзя будет находиться... То есть, небезопасно уже будет. То есть, если не стошнит, то голова точно закружится. Слушай, страшное дело, да? Да. И понятно, они сделали разрешение. То есть, могли бы и больше, но сделали такое, чтобы всё-таки большая часть компьютеров тянула. Нормально выдавала количество кадров в секунду. Кстати, ребята от HTC утверждают, что это 90 кадров в секунду. Если что. То есть, если меньше, то сразу же, как сказать, готовьтесь к испытаниям своего организма. Вот, значит, соответственно, у нас есть шлем с дисплеями, который подключен к компьютеру. И уже на компьютере воспроизводится контент, обрабатывается и отсылается на эти дисплеи. То есть, то, что мы видим, оно всё делается в компьютере, да? Всё обрабатывается в компьютере. Это, по сути, лишь устройство воспроизведения. Его особенность в том, что у него есть специальные линзы, которые делают угол обзора, если я не ошибаюсь, 110 градусов, может даже больше. Смысл в том, что практически равносильно обзору наших глаз. То есть, точно так же мы можем глазами вправо-влево, и всё равно обзор будет сохраняться, да? Да. То есть, у нас не будет практически тёмных мест. Ну, конечно, если уж совсем глаза вниз опустить, то можно даже и пол под ногами увидеть. Но кто ведь как носит такие шлемы. Тут нет настройки по диоптриям. Кстати, вот интересный момент. В смартфонах, вот часто, ну, в смартфонах вот этих устройствах, там, Google коробки и прочее. Ну, не в кукол коробки, но в большей части вот подобных VR-гарнитур, VR, то есть виртуальная реальность, в общем. VR-боксы. VR-бокс, например, хорошее устройство. Там есть настройка по диоптриям. И даже пульт управления небольшой есть, если мне память не изменяет. Но в таких шлемах, типа, которые я вам принёс здесь, я не знаю почему, но такого невозможно. Здесь можно только настроить расстояние между глаз. Ну, соответственно, вот вы вроде как дети, хотя, честно, мне кажется, что вы каких-то взрослых детей привели. Сейчас дети рано взрослеют просто уже, что вы делаете. Да, то есть я даже не знаю, как объяснять. Так, Иван, слово маленькая пауза. Снова у нас есть желающие ответить на хитрый, очень меньшин вопрос. Миш, прими звонок. Привет. Привет. Как тебя зовут? Ульяна. Сколько тебе лет? Двенадцать. Как ты проводишь лето? Хорошо. И ответ на вопрос? Сансарана. Правильно. Правильно, конечно. Можно было догадаться, что это точно не пилорама, да? Ну что, Ульяна, какой приз ты хочешь? Приглашение. Куда? В... От Тимура. Давай я перечислю, хорошо? Напомни, Тимура. У нас есть приглашение на две персоны на интерактивную выставку «Нереальная реальность» для посетителей любого возраста. Есть приглашение на двоих кота-кафе «Зоки». И приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатья. Давайте нереальная реальность. Нереальная реальность, да, в выставочном зале художественного музея. Ульяна, тоже трубочку не клади тебе, как бы объяснят, как эти билеты получить. И на эту выставку выставка совершенно изумительная сходить. Кстати, я такая немножко пересекаюсь с нашей темой. Да, а в двух словах не расскажете. Там в основном оптические иллюзии, и в том числе вот связанные со свойствами человеческих глаз, да, там некоторые можно вещи смотреть только имея с собой свой смартфон, потому что глаза у нас стерео, изображение дают, да, а чтобы тебя обманули, надо, чтобы оно было плоское, поэтому надо смотреть на них через смартфон, и тогда возникает жуткая иллюзия. Там очень много разных штучек таких. Интересно, наверное, даже... Надо сходить. Даже я... Это не совсем виртуальная реальность, но это вот такие обман зрения, когда просто начинаешь в недоумении приходить, как там стоит стул на одной ножке, да, условно говоря, и на нем там хоть пляши. Ну вот. Но это все близко. Вот. Это вот такие всякие разные оптические вещи, да. Ну тоже, в общем-то, обман человека, скажем так. Ага. Вот. Ну мы как бы немножко на шлеме остановились, понятно все, то есть человек как бы в этом шлеме, он видит то, что ему показывают, да, у него возникает иллюзия от того, что это на самом деле происходит. Ну да. Вот. А вот как раз насчет звука, я говорю, звук там тоже какой-то идет? Тут вот есть такое место, куда можно подключить, ну, любые классические наушники. Наверное, такие, как и у вас в студии. Ну, наверное, нет, но мини-джек разъем, да. Ну, понятно, такой стандартный, да. Вот. То есть тоже возникает иллюзия вот того же звучания этого такого-то объемного звука. Тут уже все зависит от наушников, то есть те, которые идут в базовой комплектации, они таким, ну, вкладыши маленькие, скажем так, звук у них несерьезный, если использовать какие-то вот такие накладные, если у них еще есть там функция шумоподавления, чтобы уж вообще ничего вокруг не слышать, а только сконцентрироваться на том, что у нас вот именно в самой симуляции, которую мы запускаем, то да, вот там можно погрузиться более глубоко. Между прочим, создатели шлема вот недавно анонсировали такое, как сказать, дополнение, вот как раз звуковое. То есть здесь вот, можете видеть, не знаю, там в камере, не знаю, тут вот ремешки такие, как на резинке, да, тянущиеся. А там такая конструкция, то есть это мы полностью все снимаем, и там конструкция с наушниками, с шумоподавлением, все серьезно, и она жесткая. И уже фиксируется немножко по-другому. И уже из этой звуковой картины никуда не выскользнешь, да, жестко зафиксирован. Ну да. А пациент зафиксирован жестко. Иван, а может быть у вас вопрос к слушателям какой-то? К слушателям? Ну у меня, конечно... Или подумайте пока, да, мы Тимура снова попросим задать. Да, давайте. Давайте, Тимура. Хорошо. Наш второй вопрос. В 2009 году был выпущен фильм «Аватар», который был построен на виртуальной реальности. Кто режиссер этого фильма? Фильм «Аватар», кто режиссер, ну а на самом деле как бы такой... Вообще интересно вот насчет фильма, в фильмах же очень много это используется всего. Но фильмы, как сказать, все-таки... При съемке самого фильма, собственно, используется вот эта методология, по-моему. Я не знаю, не совсем. Да, там есть вот такая технология, называется, по-моему, «Capture Motion». Там, когда на актера, который в павильоне, ставятся такие... Датчики? Триггеры. Триггеры. Таргеты. Кто как называет. Ну все равно какие-то датчики некие. Да, таргеты, наверное. Ну метки, вот. Русское слово, хорошие метки. И потом уже, когда его снимают на специальные камеры, все эти метки потом переносят в программу, где можно вот как раз на их основе создать какую-то 3D-анимацию. Не обращай внимания у нас на свои маленькие разговоры. Например, мы недавно занимались фотограмметрией, нужно было просканировать помещение срочно. Ну, сделали это с помощью телефона, но, знаете как, мы раскидали по помещению, в общем, все вещи, которые были, устроили там небольшой бардак, наклеили на стены что-то типа меток, и потом просканировали. Вот, похоже на Capture Motion, но немножко по-другому. То есть, смысл в том, что здесь у нас тоже были такие метки. Вот. И получили, в общем-то, ну достаточно реалистичное отображение уже виртуальной реальности вот того помещения, которое нужно было нам перенести. Снова пауза, потому что нас снова позвонили. Слушайте, может, ты легкий вопрос задал. Кто Азамблок примет? Привет. Алло. Алло, вы в эфире. Вот, продолжайте. Привет. Тебе уже здравствуйте сказали. Привет. Как тебя зовут? Маша. Сколько тебе лет? Семь. И ответ на вопрос? Кэмерон. Тимур, правильный ответ? Ну, засчитаем. Засчитаем, да? А почему ты так задумался? Имени нет, да? Ну, да. Ну, вообще-то Джеймс Кэмерон, да? Да, Джеймс Кэмерон. Ну, фамилия правильная совершенно. Ну, что, дальше продолжайте беседу. И что ты хотел бы получить? Книги, головоломки. Книги, головоломки. Головоломки? Да. Задачи, фокус развлечения. Яков Перельман, совершенно великолепный автор, на котором учились и твои родители, и, по-моему, и твои дедушки и бабушки тоже. Хороший выбор. Прекрасный выбор совершенно. Не клади трубочку, тебе скажут, как эту книжку получить. Так. Значит, сейчас я уже вопрос задам. Вопрос будет связан вот с этими вот красивыми часами, которые работают на воде, да? И тот, кто на них ответит, на этот вопрос ответит, тот, собственно, эти часы и получит. Это специальный вопрос от компании «Алми», которая помогает нам провести эту программу. И ответ такой. За счет чего эти часы на воде работают? Почему они работают? Вот тот, кто ответит, почему эти часы работают, тот эти часы получит, кстати, совершенно красивые такие прикольные часики. А у нас, я думаю, сейчас мы сделаем маленькую совершенно паузу для того, чтобы немножко передохнуть, и потом продолжим буквально скоро. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, опустился на глубины и поднялся до небес. По забытой хлопоты остановлен бег, вкалывают ропоты, а не человек. До чего дошел прогресс, труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. По забытой хлопоты остановлен бег, вкалывают ропоты, а не человек. До чего дошел прогресс, до чего дошел прогресс, до чего дошел прогресс. Было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. По забытой хлопоты остановлен бег, вкалывают ропоты, счастливый человек. Мы возвращаемся в нашу студию. Напомню, что идет программа «Открывашка». Меня зовут Николай по-прежнему Голиков. У нас мои соведущие по-прежнему. Это у нас Тимур Мамедов и Миша Голиков. Еще раз всем привет говорим. Всем привет. Да, и наш гость Иван Денисов, руководитель лаборатории виртуальной реальности Авиатского госуниверситета. И мы как раз сегодня про эту самую виртуальную реальность все это время говорим. Еще раз здравствуйте. Да, еще раз здравствуйте. И напомню, что у нас такой немножко завис вопрос. Я спрашиваю о том, о принципе действия часов с водой. Вот тут стоят такие часы с водой. Вот тот, кто расскажет, как эти часы с водой действуют, почему они работают, тот эти часы, собственно, как приз и получит. Кроме того, у нас много еще других прекрасных призов, книг, приглашений. Напомним, Тимур, что у нас есть. Да, конечно. У нас есть энциклопедия «Тайны Вселенной» для читателей 6 лет. Энциклопедия «100 фактов об изобретениях» для ребят от 6 лет. «100 фактов». У нас есть Юрий Усачев «Один день в космосе» для ребят от 6 лет. Красивая книжка. У нас есть «Щилкончик» и другие классические сказки для читателей 6 лет. Ой, это вообще очень просто красивая книжка. А также у нас есть приглашение на две персоны на... А, нет, извиняюсь. У нас есть приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки» и приглашение на семейное посещение собачьей деревни «Махнатия». А кроме того, напомню, у нас есть вот эти самые часы, которые работают на воде, и ответить на которые нужно. И кроме того, еще есть часы-шлем. Вот как раз в тему нашей виртуальной реальности они так немножко напоминают какой-то такой шлем загадочный, фантастический. Но, тем не менее, прекрасно показывают время. Вот я как раз на них все смотрю. Правда, время они показывают тоже виртуально, а не совсем то, которое на самом деле. Но их можно настроить, и они будут показывать время правильно. Так что напоминаю. Так, ну что, еще хочу спросить, значит, Иван, никакой вопрос-то не родился пока у нас? Для зрителей? Да, для слушателей. Вот именно связанность с виртуальной реальностью? Да, вообще просто. Вообще вопрос? Да. Почему? Конечно, связанность лучше всего, если связанность. Можно без вариантов ответа? Можно. Хорошо. Тогда давайте попробуем. Так как я, ой, я хочу техническое что-то задать, но, наверное, дети не очень в этом разбираются. Но у детей есть родители. Хотя, да, и могут. И у всех детей есть гаджеты. И все дети сидят в интернете, и в принципе они могут угадать. Даже слава богу, дети в интернете. Хорошо. Давайте попробуем. Ай, нет, это будет какая-то реклама какого-то производителя, тогда сейчас подумаю. Ну, хорошо, пускай назвать две видеокарты как самые стартовые, чтобы можно было запустить вот такой вот VR-шлем. То есть видеокарты, которые уже позволяют запустить? Которые уже позволяют его запустить. Вот интересно, ну, сложный вопрос? Возможно. Ну, возможно. Ну, а может быть и нет. А может быть и нет, на самом деле. Вот как, Тимур, по-твоему, смогут ответить на этот вопрос? Хотя бы одну видеокарту, которой уже достаточно, чтобы его запустить. Возможно. Возможно ответить, да? Нормально. Сложно будет. Ну, сложно, предположим, для тебя, потому что этот вопрос пока еще не стоял перед тобой, да? А те, кто уже там хотят, чтобы дома было вот это все, они наверняка уже разбираются. И говорят, папа, мне нужна вот такая вот видеокарта, а не какая-то другая, потому что иначе этот шлем не запустится. Я правильно понимаю этот вопрос? То есть определенный уровень какой-то. Ну что ж, хорошо, вопрос у нас есть. У нас даже два вопроса сейчас есть. Про работу водяных часов и про видеокарту, начиная с которой уже можно, так сказать, дома запускать вещи. Виртуальной реальности. Так, мы на чем остановились тем временем? Мы остановились на звуке и изображении, да? Которое вот это симулируется. Да, мы вроде это уже обсудили. Да, но у человека ведь вон сколько органов чувств. Если я даже что-то вижу и что-то слышу, меня ведь не обманешь. Я еще хочу испытывать что-то другое. У нас есть нос, у нас есть тактильные ощущения, да, ощущения. У нас есть вкусовые какие-то ощущения. Их-то как-то научились имитировать. Ну вот я слышал про какой-то, ну скажем так, стартап, но другими словами, какой-то бизнес, который начал вот как раз движение в направлении симулировать запахи. Но каких-то готовых и массовых решений, конечно, еще нет в этом направлении. Ну, по крайней мере, я не знаю. Я думаю, если я не знаю, я так-то слежу за миром высоких технологий, все время читаю новости, я такого еще не слышал. Ну, а вот еще тактильные ощущения. Ну, тактильные ощущения есть многообразные, а не только то, что можно потрогать, да, например, там, ощущение ветра, там, ощущение перегрузок, там, каких-то, которые возникают с человеком. Все-таки я пока не вижу сам лично какой-то надобности. Давайте вначале картинку сделаем. Нет, ну мы сделали картинку, я попал в этот мир, да, вот я вижу что-то, я хочу потрогать, да. Я хочу получить вот тактильное ощущение, что я вот именно этот предмет трогаю, да. Это вот можно как-то достичь? Сейчас. Так-то просто смотреть, неинтересно, хочется еще... Я не знаю, может быть, просто напрямую к мозгу подключиться и уже обманывать его на таком уровне, как вариант. Просто столько всего вы хотите, я пытаюсь представить, как это реализовать, я думаю, да проще все, подключиться к мозгу и уже туда напрямую отсылать какие-то сигналы. А такие есть, вот сейчас уже такая возможность есть? Ну я знаю, что в этом году один очень любимый многими техногиками, ну то есть поклонниками высоких технологий, бизнесмен, филантроп, Элан Маск, создал направление, ну подразделение, скажем так, в одной из своих компаний, или может быть открыл новую, неважно, которая как раз занимается разработкой неинвазивного нейроинтерфейса. Это вот подключение... Подключение именно конкретно прямого подключения к мозгу, неинвазивного, это значит, что череп ломать не надо. Не надо, да. То есть там без дырки в черепе. Да, то есть по сути как бы расшифровать код, на котором, можно так сказать, мы мыслим, если так, ну я бы так упростил, вот, да, что они делают. Они хотят расшифровать этот код. Тем временем у нас есть звонок, правда, у нас два вопроса, не забудьте, ребят, спросить, на какой именно вопрос, хочет ли есть слушатель, кто отбудет, принимает звонок? Давайте. Хорошо, Тимур. Привет. Здравствуйте. Зовут тебя как? Юля. Юля. А лет тебе сколько? Лет мне 13. У тебя есть ответ на вопрос? Да. А на какой именно? Прочасы. Прочасы, проводенные часы, отлично. Они работают за счет испарения. Они работают за счет испарения? Это правильный ответ. Да? Да. Вы уверены? Юль, на счет это правильный ответ, все говорят, что так и есть, они работают за счет испарения. Ну что ж, молодец, ты ответила правильно. Я даже не спрашиваю, какой приз ты получишь, потому что ты получишь эти самые прекрасные часы. Яркого, оранжевого цвета, я их показываю, если кто-то смотрит наши видеозаписи. Вот. Хорошо, будем считать, что мы этот вопрос уже отыграли. Напомню, что телефон нашей студии 211-101, и мы продолжаем разговор. Вот сейчас мы дошли уже до того, что чипы, оказывается, уже планируют неинвазивно к нам в мозг подключать, да? Ну, конечно, уже давно хотят этого, в каком-то плане это было бы очень удобно. То есть, вот эти устройства, компьютеры и прочее, ну, можно будет не то, что прям от них отказаться, конечно, нельзя, но это даже упростит вот именно опыт пользовательский какой-то. И потом творить с помощью мысли, ну, не преобразовывая этого, там, в слова, там, вот, или в какие-то действия, когда я, там, на клавиатуре что-то, да? А вот, представляете, вы думаете, и это сразу же отображается на экране. Да, ну, даже не на экране получается так, что вообще... Ну, конечно, кто как ведь мыслит, я думаю, есть люди, которые такие воображают вселенные, которые, конечно, да, они уже экрана недостаточно, чтобы это как-то отобразить. То есть, ну, это другой, конечно, будет уровень, вообще, мне кажется, техногенный. То есть, да, мы как человечество, если мы этого добьёмся, да, мы уже очень сильно изменимся. Вот. Ну, это пока в будущем ещё. Конечно, да, сейчас об этом говорите. Ага, сделаем маленькую штучку ещё такую. Давайте ещё вопрос зададим, да? У нас есть вопрос, который от ведущего, на который пока не ответили, но он, похоже, сложный. А вот мы хотели поговорить про практические применения, спроси, Миша. В обучении каких профессий применяется виртуальная реальность? В обучении каким профессиям уже сейчас применяются вот эти вопросы? Это ко мне вопрос. Это вопрос к слушателям. А, к слушателям. Да, это вопрос к слушателям, мы потом об этом поговорим, когда они ответят. Хотя бы три. Да зачем три? Хотя бы одну, мне кажется, одна это очень легко. Думаешь, легко? А давай подождем, послушаем, быстро ли нам ответят. Ну, я бы сказал, что это сложненький вопрос. Надо ведь сообразить, вопрос достаточно непростой. А вот еще вопрос. Такая штучка такая, я бы просто читал, да? Про перчатки виртуальной реальности, а не зачем? Что это за перчатки? Чтобы симулировать... Вот ими нельзя потрогать-то ничего? Ими потрогать нельзя, но как бы отдачи, как правило, в таких устройствах не бывает. Но можно и отобразить пальцы. И уже, опять же, это новый опыт взаимодействия с виртуальной реальностью, когда уже есть пальцы. Это очень круто. То есть мы видим свои пальцы, что ли? Да, мы видим свои пальцы, это же перчатка. Вот. То есть мы можем как бы руку так оттянуть туда? Мы можем всякие, ну, не знаю, жесты там, ну, как сказать, показывать в том мире, в другом, в компьютере. Мы можем что-либо трогать и брать, как мы привыкли это делать, а не так вот, допустим, сейчас в контроллере у нас там просто анимация заложена, если вы нажимаете там на курок, да, то происходит просто анимация сжатия. Ну, ведь вы же руку не сжимаете, а в перчатках просто надо тебе что-то взять, взял, как бы. Чем меньше вот этих препятствий, которые, как сказать, несвойственны нашим обычным действиям, тем считается более продвинутой и более, как сказать, совершенной вот эта симуляция виртуальная. Тем менее виртуальной, кажется, это реальность, скажем так, более реальной, да? Ну, хорошо. Не так бы надо сказать. У нас есть желающие ответить еще на один вопрос, правда, не знаю точно на какой. Вот. Кто будет принимать звонок? Миша, хорошо, вперед. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лиза. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Где ты учишься? В ЛПД. И на какой вопрос ты хотела бы ответить? Для обучения... Для обучения каким профессиям? На твой вопрос, Миша, да? Да. Ну, хорошо. И? Мне кажется, летчики, машинисты, водители. Правильно. Слушай, три варианта, как ты просил. Подводники. Все, да, подводники, конечно. Еще горнодобывающие промышленности используют. Еще строительные. Строительные тоже. То есть везде там, где обучение очень дорого, если на реальных объектах, да? Космонавтов. Космонавтов, да. Там, где их еще научишься только вот. Вот. То же самое, как электровозы, машинисты. Представь, если учить электровозы, как учат у нас машинистов, как учат водителей, то электровозов на всех не хватит. Они все поколотят. Да? А тут, смотри-ка, что. Ну, все как. Здесь прекрасный ответ, Лиза. Молодец. Ну, что, какой ты приз хотела бы получить? Книжку про моуми тролли. Отличная книжка. Тури Янсен. Комета прилетает. И очень симпатичные картинки. Она еще нашла. Мне кажется, ее уже... По-моему, нет еще? Нет. Нет, еще нет. Нет, нет, нет. Эта книжка вот. Вот она что пока ушла из книжек. Нет? Да-да-да, нет. Она не разыграна еще. У нас разыграны пока две книжки. Да, вот на данный момент две книжки. Все. Не клади трубочку, тебе и все, где эту книжечку получить. Мы продолжаем. И на чем остановились? А, на пальцах. На перчатках. То есть перчатки это лишь очередной способ, как сказать, приблизиться вот к тому идеалу, когда ты уже не чувствуешь, что ты в каком-то там устройстве. Ты просто переключил для себя мир, в котором хочешь побывать, ну и все. И начал уже какой-то там приобретательный опыт. Мир-то ведь все равно для тебя кто-то создает. Пока сейчас так ведь у нас. Ну да, вот я представитель как раз тех людей, которые эти миры для нас создают. Ну вот получается, да. То есть я вот по ту сторону баррикад. А ведь смотри, еще есть такие вещи, вот есть вот как виртуальная реальность, да? А еще вот я слышал такой термин «дополненная реальность» — это что? «Дополненная реальность». Хороший вопрос. То есть это когда мы не подменяем полностью картинку себя перед глазами, а просто с помощью каких-то устройств то, что мы видим, дополняем какой-то новой информацией. Допустим, с помощью смартфона. Ребят, вы играли в «Покемон Гоу» наверняка, нет? Нет, да, конечно. А ты играл, да? Миша решил не играть. Ну вот «Покемон Гоу», вот когда ты находишь покемона, вот он появляется как бы в камере смартфона, да? И вот по сути дополняет картинку, которую видит камера на твоем телефоне. Вот, например. Хотя, говорят, игра очень сильно изменилась за год. Я год назад играл. А мне ещё интересно, ты рассказывал про дополнительную реальность, Миша, про лётчиков. Там как будто кабина самолёта и экран. Изображается то, что ты летишь. Все повороты, все крены, все перегрузки. То есть получается так, что лётчик может видеть то, чего он не должен видеть. Да. То есть как будто бы сквозь самолёт он может видеть, что у него снизу происходит. То есть как бы за счёт, как бы дополняют информацию к реальному совершенно. Ну да, тоже хороший пример. Или вот на автомобилях, ты знаете, на современных, это когда ты едешь, и тебе прямо на лобовом стекле, на ветровом стекле появляется. И это тоже считается дополненной реальностью. Видите, вы лучше меня знаете. Просто я, наверное, самый популярный бы ответ, ну, вот сказал про эту игру, она вот, как сказать, снова очень... То есть неважно сама игра, она привлекла к этой тематике много, ну, как сказать, внимания. Не знаю, что ещё тут. Ну, дополненная реальность, то есть давайте ещё раз. То, что мы видим перед глазами, сохраняется точно так же, да? То есть мы не подменяем реальность. Мы просто привносим какую-то дополнительную информацию, там, в виде текста и изображений, там, чего угодно. С помощью специальных устройств, например, смартфона или компьютера. Вот уже который год хотят выпустить очки, ну, то есть их выпускают очень много, да, разных очков. Но это такие корпоративные решения, то есть решения для узкого круга лиц относительно, и там какие-то бизнес-задачи, да. Ну, нет такого, чтобы вот массово люди ходили в таких очках. Это вот очки, которые в руках, они... Нет. Это просто очки. Да, но представим, что если бы на этих очках был бы, там, мини-аккумулятор, мини-компьютер и какой-то способ выводить информацию на стекло, то тогда это было бы уже, ну, устройство вот с дополненной реальностью, да. Я пока, чтобы у нас какой-то вопросик ещё был, помимо того, который Иван задал, потому что, судя по всему, на самом деле сложно. Он не понравился, да? Да, он не то, что не понравился, люди там голову напрягли, а я попроще попробую задать. Вот сегодня Тимур несколько раз уже говорил про фильмы, которые снимаются, да? Вот, может быть, кто-то просто ещё вспомнит фильмы, где вот либо рассказывается о виртуальной реальности, да, где основан сам сюжет на том, что есть, существует эта виртуальная реальность. Просто назовите фильм или два, где это есть, и то же самое. Не надо даже сильно думать, просто вспомните, вы наверняка их видели, вот, помимо тех, которые сегодня уже называли. Вот. Так что вот это как бы такой даже не вопрос, а задание, да? И напомню также, что вот у нас эти часы все прекрасные ещё вот со шлемом, которые, и которые тоже работают за счёт не батареек, а за счёт химической реакции, так сказать, до которой там происходит электролизы между металлическими пластинками, да? И пока там в этих часах водичка есть, пока она вся не испарилась, да, вот, мы при испарении говорили, пока она вся не испарилась, они всё будут показывать, потом просто долили свеженько и опять хорошо. Очень выгодно, между прочим. Вот. Ну да. У нас как бы это тоже можно разыграть очень красивые вот такие часы-шлем, если вы ответите, не только книжки, не только приглашения, а ещё и вот, тем более они так немножко в тему нашего сегодняшнего разговора, да? Такие обычно, когда вот уже в фильмах показывают людей, которые погружаются в виртуальную реальность, там такой этот мук ушёл, как в скафандре в таком, и всё, нет его больше сна. Это кино, они, как сказать, они как только себе не воображали это, имеется в виду, ну, если посмотреть или почитать какую-нибудь фантастику, там, каких-то более прошлых лет, то есть там можно найти даже не какие-нибудь шлемы, а какие-нибудь экраны, то есть раньше, знаете, такие были экраны, такие выпуклые, не знаю, вы уже, наверное, не заставили такие экраны. Они себе представляли такую комнату с такими экранами и думали, вот это как раз то самое устройство, которое нас перенесёт в виртуальную реальность, например. Так они исходили из того, что есть вокруг, если у них не было ещё понятия даже о компьютерах. Это не только они, и сейчас мы, в принципе, тоже так мыслим. Вот я думаю, вот вы сделали там дисплей получше, ещё что-то. А человек из будущего, у которого уже там, не знаю, чип в голове, да, он думает, ну, вот дурачок, что он там себе воображает, на самом деле всё не так будет. Ну что, может быть, попробуем провести демонстрацию вот этого всего, что вы привезли, привезли к собой? Я ни разу не запускал его в сидящем режиме. Ну, давайте попробуем. Так что это будет для меня тоже какое-то открытие. Я даже не знаю, так, все, кто могут смотреть, смотрите, потому что мы сами, никто не знает, что дальше будет сейчас. Не тот человек, который проводит эксперимент, не те люди, которые в нём участвуют. Так. Я тут сам уже... Я пока рассказываю. Так, Иван распутывает провода и надевает на себя шлем. Так. Ну, у меня, кажется, всё работает. Так. А вот ещё, пожалуйста, тогда Иван, если можно рассказать, что же работает? Ой, я просто подумал, что и Тимуру, и Миша будет интересно... Самим. Вот именно для них, да, запустил игру, хотя, не, если вы хотите, можно что-то более практичное. Нет, а почему нет, по-моему, как раз для них игра, это самое то. Игра нормальная, интересная. Конечно. Какая игра? Это по вселенной Вархаммер. Знакомая эта вселенная? Да. Здесь нужно отстреливаться от таких больших крыс. Правило, как в Tower Defense, то есть есть какая-то некая дверь, которую нужно защищать. Вот. И здесь, что мне нравится, есть несколько видов оружия, там есть такой, ну, сами понимаете, Вархаммер, это значит что? Значит, там мечи, там щиты, там и всё проще. То есть есть две вселенной Вархаммера, есть такая космическая Одиссея, да, Вархаммер 40 тысяч, есть такая, которая, ну, похожа, чем-то на Средневековье. Но, несмотря на это, здесь есть огнестрел, такой древний. Вот. Мне нравится брать две пушки, каждую в руку, и с двух рук стрелять, это очень весело. Особенно, когда они ползут с двух сторон, и ты как в фильмах стреляешь. Конечно, в жизни бы ты так не стал стрелять, но здесь это очень весело. Вот. Здесь ещё есть такой посох, чтобы кидать огненные шары, вот так, как бы от него берёшь огонь в руку. И кидаешь, но это долго для профессионалов, у меня ни разу не получалось попасть с этого устройства, с этого оружия. Вот. Ещё там есть меч, но он бесполезен, потому что они вплотную почти не подходят. Ясно. Ну что, на ком эксперимент будем проводить? Тимур? Кто самый смелый? Давай, Тимур. Давай. Иди туда. У тебя зрение ок? Ок, да, потому что я как раз вспомнил, да, что Миша в очках, он туда не влезет. Влезет в очках нормально. Я сам в очках работаю. Так. Куда мне подходить? Да, туда, конечно. Сюда, иди, садись. А я пока рассказываю, что у нас тут некоторая смена мест происходит. Осторожно, только там по проводам не пройдись. Тут много всего. Все замерли в ожидании, в волнении, что будет дальше. Смысл в том, что я его настроил под сидящий режим, и там есть какое-то направление, в котором придётся действовать. Так, ну что? Всё, давайте. Сейчас перезагружу. Что-то он его вырубил. Кто? А я знаю почему. Тимур, давай ты сядешь, я тебя... Садись, садись вот сюда, Тимур. Да, садись пока, потому что ты немножко перегородил станцию. Так, вот тоже важный момент, не знаю, слышно меня или нет. Слышно. Если кто-то влезет между вот этими устройствами, которые считывают положение, то, соответственно, сигнал пройдётся, и положение будет считано неправильно. Либо вот как сейчас вообще, скажем так, шлем просто на пару секунд отключился. Сейчас что у нас там происходит? Сейчас я... Ладно, в общем, пока Иван там настраивает, я напомню, что у нас как бы есть ещё возможность ответить на вопрос. Для этого нужно просто позвонить к нам в студии по телефону 211-101 и назвать, например, фильм, в котором описывается виртуальная реальность, в котором действия происходят в виртуальной реальности, или который снят на основе, с использованием этих механизмов виртуальной реальности. Таких фильмов, на самом деле, много. Я вот посмотрел на Тересаде их, как минимум там штук 20, перечислено просто тех. Из них, наверное, половина шли в широком у нас паркате, которые часто показывают по телевизору. А у вас тут есть Wi-Fi? Wi-Fi у нас здесь должен быть. Вот я понял, почему он требует Wi-Fi. Эксперимент немножко такой становится затянутый. Нет Wi-Fi, да? Значит, не будет, да? Шоу не будет. Сейчас ещё раз попробую, но именно эту игру может не получится, она прям очень требовательна к наличию подключения к интернету. Можем, в принципе, ещё что-либо обсудить. Так нам в любом случае говорить-то надо, у нас радио. Да, мы как-то вот немножко прервались. Ну, есть ли перспектива? Сейчас узнаю. Секунду. Ну, ладно, давайте сделаем как? Давайте мы всё-таки все эксперименты оставим и вынесем за пределы нашей программы. Осталось нам совсем немного времени, Иван. Ну да, он требует подключения к интернету. Всё понятно. Тимур, тогда займи своё место. Ну, не получился фокус у нас пока. Ну, такой, да. Ну, можно какие-то другие штуки, но давайте потом, правда. Серьёзно. Ничего страшного. И ещё у меня такой вопрос. Чисто практически пошёл Иван, раз вы руководитель лаборатории в высшем учебном заведении. Сам в шоке. Да, то есть, это уже вот эти технологии виртуальной реальности, они как-то используются или вот в ВУЗе, или там готовятся специалисты, которые вот занимаются этим вопросом. То есть, как сейчас у нас в этом плане идёт? То есть, это уже вошло как бы в жизнь, да? Ну, вот, насколько мне известно, всё-таки специалистов по виртуальной реальности, вот месяц назад, даже месяца не прошло, я слышал новость, по-моему, в Дальневосточном университете открылась магистратура. То есть, это магистратура, это два года обучения. Магистратура, это после уже тех, с высшим образованием человек, да. То есть, два раза высшее образование получается. Вот, а именно таких специалистов, вот, как мы, допустим, как мы работаем, ну, ещё не готовят. И мы тоже ещё пока не готовим. Мы сами готовимся, сами варимся. Вот, и может быть, если, ну, мы бы хотели, конечно, чтобы у нас был какой-то успех в этом плане, и, возможно, у нас откроется какое-то направление, и мы уже будем набирать... Потому что как раз молодые люди, которые на студии сидят, они, я думаю, так уже лет через... Шесть, наверное, да, уже будут определяться с тем, в какое высшее учебное заведение поступать. Но, на самом деле, какие-то компетенции вы можете набирать ещё пока вы в школе. Например, даже на летних каникулах у вас так много каникул, за это время можно тоже чему-то учиться. Хотя, наверное, звучит странно. Эй, почему я должен учиться летом? Ну, это реально есть такие вещи, которые пригодятся. Вот как раз много всяких шуток в интернете на тему, что, ну, школьник там сделал игру, там, допустим, да. Но это действительно будет круто, если это интересует, и вы начнёте в таком возрасте в этом направлении как-то двигаться. Потому что вот мы же, нас никто ничему не учил, да, мы просто так же залезли в интернет, начали всякие читать уроки и прочее. И получается, и вы, то есть ты, Тимур, например, если тебе нравятся игры, ты можешь сесть за ноутбук и начать этим заниматься. Потому что вот подключить шлем и прочее в проект, это на самом деле не так сложно. Ну, если ты хотя бы хоть чуть-чуть разберёшься вот в движке, ну, игровом каком-либо. Вот. Не знаю вообще, ребята, вам это интересно? Как мне интересно? Игры вообще? Вы играете в игры? Нет. Ты не играешь? Это он так... Ладно, не будем об этом. У меня телефон просто отобрали. Отобрали, да, потому что он как раз слишком много играл, вот в чём дело. А, то есть поэтому ты не играешь? Так что он, да, по техническим причинам сейчас не играет. А ты скажи, что я буду учиться создавать свои игры под телефон. И его точно не отберут. Да, то есть ты будешь заниматься уже делом. Не балду бить, а делом заниматься. Потому что это, смотри, вот перспектива этого же слюна же видна. Ну, на самом деле, это всё второй план. Вообще вот шлем в виртуальной реальности... Ну, вообще вот в виртуальной реальности игры — это второй план. Мы хотели бы, конечно, делать какие-то продукты, в первую очередь имеющие практическое применение, да, которые как-то наши возможности приумножают. Ну, например, различные симуляторы вот мы уже обсуждали. Ну, мы говорили как раз. В профессиях, ещё что-либо. Вот сейчас мы хотим... Ну, вот прям даже такая задача, возможно, уже стоит. Это пока мы обсуждаем, но мы так подробно уже это обсуждаем. Мы хотим сделать симуляцию работы за специальным станком. То есть виртуальный специалист работает, вы со стороны наблюдаете, да, и потом он предлагает вам самим попробовать создать какую-то деталь, допустим. То есть такой уже как бы учебный совершенно. Да, абсолютно. Иван, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу, точнее, она уже закончилась, да, точнее, она закончилась. Мы уже вышли за пределы реальной программы, в виртуальной программе находимся. Программа наша «Открывашка» подходит к концу. Мы желаем, конечно, всем здоровья, да. Ребят, всем скажите до свидания. Пока. Всем пока. До встречи в следующее воскресенье на этой же волне в это же время. Всем всего прекрасного, доброго воскресенья. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».